Эта конструкция, что вы видите передо мной, была подтянута вверх на отметку более 30 метров с помощью домкратов. И вот сегодня люди ходят по кольцу капрессионному, и производится выверка натяжения домкратов и установка их в проектное положение. Вот, наверное, один из важнейших этапов, то, что мы обещали сделать, сделали чуть пораньше, завершаем их первого числа. Это будет легкая канатная конструкция, понятая на высоту 49 метров. Вот это проходит нижняя часть, вот видите, большие ванты, это проходят нижние ванты, это вот эти второй этап подъема вантовой системы. То есть мы завершаем завтра приключение всех вант на кольцо капрессионное. Дальше производится перепроверка положения всей системы, это два. Потом перезапасовка всех домкратов и уже зацепление их с нижней вантовой конструкции. Я ушел все-таки в технологию, не хотел это дело опускаться, но вы меня к этому делу подтолкнули. И потом подводится финишный подъем вантовой системы на проектной отметке. Поверх вантовой системы монтируется еще, будет измонтироваться облегченная кробля из свето-прозрачной мембраны, которая даст воздушным всему стадиону. Во-первых, он красиво вписывается в сам окружающий ландшафт, хорошо смотрится с Мамаева кургана, Мамаев курган с ракурса Волги. То есть мы выполняем все те проектные решения, которые были заложены проектировщиками на этапе еще разработки данного проекта. Ну, вообще-то это уникальная система, которая в принципе в России проходит. Второй стадион с подобной вантовой кровлей повезло Волграду. Во-первых, это самая большая вантовая кровля в России. Первая вантовая кровля у нас сделана в Краснодаре. Ну, там стадион 33 тысячи. Какие ее особенности? Ну, прежде всего, это серьезное снижение металлоемкости продукции. То есть мы снизили, учли возможные нагрузки, ветровые, снеговые, несущие. И пришли к варианту тому, что данная система будет наиболее экономически обоснованной для данного стадиона. А во-вторых, есть такая еще особенность, ну, просто уникальная система. В летний период, невзирая на климат в Волградске, мы планируем в сентябрю завершить весь комплекс работ обстроителей. Причем, обращаю ваше внимание, это работа и стадиона, входных групп и благоустройство. Сегодня, параллельно с монтажом, монтажными делами на стадионе, мы ведем работы, вы хорошо их слышите, видите, ощущаете, наверное, в городе монтаж по благоустройству территории. Мы начали от проспекта Ленина, идем к Волге. Мы завершили сложный этап работ, отсыпку откоса по берегу Волги. Дали возможность состыковки с ракатной дорогой на любое новое строительство у вас объект. Я думаю, что в сентябрю мы завершим все работы по благоустройству. Мы стараемся не носить ущерба транспортным проблемам города, и поэтому все работы тяжелые, с вывозом груза, завозом материалов, выполняем в ночное время. Ну, что я считаю, как бы позволяет городу не почувствовать наше присутствие здесь, в городе.